Всем привет, вы на канале СуперКит. Как и сказал в прошлом видео, где мне показался интересным процессор Xeon 1220LV2, в связи со своим уникальным для сокета 1155TDP я решил заняться обновками в этом году и вот листая перечень процессоров на сокет 1155, сделал выбор в пользу i7-3770S. Если кто-то следит за моим железом, то знает, что у меня два компьютера и кроме моего нового недавно купленного компа, во втором установлен процессор i5-3475S. Когда-то и этот самый i5 был куплен в качестве обновки и несмотря на то, что за эти три года вышло как минимум три новых поколения у Intel, которые должны были сместить ценовую шкалу у более старых моделей, процессоры третьего поколения не торопятся падать в цене. И хоть это и старый процессор, но у меня никогда не было i7, пусть хотя бы на сокете 1155 таковой появится. В данном видео займусь заменой i5 на i7 и естественно сделаю тесты, в которых будет наглядно видно, насколько моя жизнь станет лучше. Процессор приехал вместе с предыдущим в объединенной посылке. Это то, что делает Алиэкспресс, хотя его об этом не просят. Именно поэтому я делаю значимые заказы у разных продавцов и в разное время, чтобы им не хватило ума положить это в одну посылку и чтобы одна посылка уже ехала, пока вторая готовится к отправке. Но мои товары с лихвой пакуют в одну посылку Алиэкспресс. А не делаю я так, чтобы посылка не превысила суммарный лимит на дневную дозу на таможне в 100 евро и я не попал на дополнительный налог. Можно, конечно, надеяться на то, что отправитель отметит стоимость посылки в пару долларов, но поверьте, если захотят вскрыть вашу посылку на осмотр и там поймут, что цена на посылки не соответствует содержимому, то вас попросят предоставить выписку из банка. Не скрин на Алике, который можно подделать, а выписку, то есть фактически накладную с печатью из банка, которая бы соответствовала дате и месту покупки. Конечно, если заказывать очень много, то, наверное, правда, этого не проверял, можно дать не ту выписку, и это может проканать. Но если вы ничего не покупаете, а потом один раз в полгода сделали заказ на ноутбук, который стоит явно дороже предельного лимита, не облагающегося налогом, то даже если на посылке будет оценка в 3 доллара, вам никто не поверит и попросят ту самую выписку из банка. И вот там-то и вскроется истинная цена товара. Поэтому, если товары дорогие и в сумме превышают лимит по значению, которое не облагается налогом, то Алиэкспресс, объединяя посылку в одну, делает подлянку, а не удобство в уменьшении количества посылок. Ведь я ничего не выигрываю от того, что мне приедет одна посылка, а не две или три, а проиграть могу, так как меня могут напрячь оплатить налог. Выходом из этого является несколько аккаунтов с разными номерами телефонов и немного по разному написанному адресу. Купленный проц имеет, как и мой i5, четыре ядра. Только если у i5 было 4 потока и 6 МБ кэш третьего уровня, то у i7 8 потоков и 8 МБ кэш третьего уровня. Также i7-3770s мощнее и по частоте. Его базовая частота 3.1 ГГц, а с технологией Turbo Boost 3.9 ГГц. Поддержка 16 линий PCI-Express ревизии 3.0. Ревизия 3.0 у слота будет только если и системная плата ее поддерживает. Как и у i5, который тут был установлен, видео ядру i7 также HD 4000. Это максимальная версия интегрированного видео для сокета 1155. ТДП также одинаков у процов и составляет 65 Вт. Эту боксовую систему охлаждения в свое время купил почти даром, несмотря на солидный вес и неплохую высоту, а также медную пятку. А низкая цена была обусловлена тем, что она рассчитана на сокет 775. Просто моя плата имеет две группы отверстий, для 775 и для 1155 одновременно. Два с половиной года назад сюда был установлен i5-3475s. Отличный процессор для повседневного пользования компом. Честно сказать, обладая двумя каналами на ютюбе и постоянно конвертируя новые видео, а также пользуясь базовыми услугами, просмотр видео, серфинг по сайтам и даже игры, которые когда-то выходили для 8-битных приставок, но с помощью эмулятора по сети сегодня получили вторую жизнь, так как когда-то давно так и не был раскрыт вопрос, кто же лучше в той или иной игре из-за невозможности играть через интернет, которого тогда не было. Это все, с чем с легкостью справляется этот i5. Почему я тогда купил i7? Потому что захотелось. Я считаю, что сегодня его цена настолько низкая, около 70 долларов, что нет ни одной причины, чтобы этого не сделать. Тем более, часть мне вернется, когда я продам i5. Таким образом, разница, которую фактически и потрачу, будет и того меньше. Все, у кого до сих пор всякие пентиумы и целероны, и вы думаете проапгрейдиться, даже не сомневайтесь. Есть и мощнее даже, чем то, что я купил. Кстати, все опроцы для 1155 сокета, на которые есть смысл обратить внимание, собраны в описании со ссылками. В прошлом видео, в котором обозревался интересный и редкий экземпляр для сокета 1155, показал купленную за дешево систему охлаждения Zalman Performa Plus, купленную за 450 гривен. Именно под i7 это и покупалось. Термопасту использую все так же MX4 от Arctic. Столкнулся с термопастой от системы охлаждения ID Cooling из недавно собираемого компа, шприц, который полагался в комплекте. Так вот, скажу, что мне она не очень понравилась по своему состоянию. Она была явно очень густая, может подсушенная, но шприц я распечатывал. А может она такая и есть. Возможно, что на свойства это не влияет, но наносить ее труднее. Но, наверное, придется ее использовать куда-то, так как мой MX4 заканчивается. Осталось еще на один-два раза. Продолжение следует... Тем временем, все готово к включению, после которого бегом в BIOS, чтобы сразу убедиться, что операция прошла успешно. Если что, то чтобы максимально удобно было сравнивать тесты i5 и i7, я покажу позже, чтобы вы не забыли, сколько чего было у старого процессора. А пока видно, что i7 на месте. Кстати, его минимальная частота 1600 МГц. Самое время взглянуть на все происходящее из-под винды. По итогу можно сделать вывод, что i7-3770S в сравнении с i5-3475S в общем сильнее где-то в полтора раза. А если брать именно сравнение между одним ядром, то у i7 ядро мощнее где-то на 20%. Вообще, с помощью тестов в одной конкретной программе можно максимально точно сравнить возможности разных процессоров, но только они должны быть одной линейки. Прежде всего, по набору инструкций. В данном конкретном случае, это сравнение является справедливым, так как это процессоры под один сокет и на одной технологии с одним набором инструкций. И по баллам действительно можно точно оценить разницу в мощности процессоров. Но такой способ не годится, если процы полностью разные. Например, мой новый процессор i5-11500 из недавней сборки набирает в AID в CPU Queen 70 тысяч баллов. А без Turbo Boost он там набрал около 45 тысяч баллов. И как вы можете видеть в этой же AID, i7-3770S также набрал почти 45 тысяч баллов. Но это не значит, что эти процессоры можно считать в таком случае одинаковыми. Даже если отключить Turbo Boost в i5-11500. Конечно, i5-11500 намного лучше. Для этого желательно использовать много разных программ и в разных тестах CPU-Z разница уже более значимая, в несколько раз. В этом смысле Cinebench наиболее точно показывает в баллах для корректности сравнения. Он показывает разницу около 2,5 раз. По моим общим ощущениям, эта разница как раз где-то 2,5-3 раза. И тут интересна еще одна величина, которая также очень близка по точности. Это цена. Немного выбиваются из этой статистики старые процессоры Pentium и Celeron, так как они, ну, очень слабые и поэтому фактически никому не интересны. И имеют совсем смешные цены, стартуя на Алиэкспресс от 4-5 долларов. Также есть очень немного других уникальных процов, типа того, который был в прошлом видео. Но если все-таки остановиться на выборе среди того, что хоть как-то еще представляет интерес, то цена тоже как будто программа для замера производительности. Я давно уже заметил, что неакционная базовая цена также очень подходит для сравнения. Рынок сам все выставил в единый ряд. Хочешь лучше, плати больше. Во сколько раз будет лучше, во столько и дороже. И вот по цене разница чуть более чем в три раза ниже в сравнении с i5-11500. Что и сходится с общими тестами. Может ли платформа 1155, а конкретно процессоры третьего поколения Ivy Bridge, быть актуальной в 2022 году? Я лично считаю, что да. И если бы не канал, ради которого я и купил себе новый комп с процессором 11-го поколения, то прекрасно бы продолжил пользоваться старым компом, в котором менялся процессор. Так как у него весьма неплохие характеристики и мощь. Если исключить игроманов, которых явное меньшинство. А если вы внимательно проанализируете свое окружение и поймете, что даже лица мужского пола 25-40 лет далеко не все интересуются играми. Ведь говорить за другие возрастные категории, и уж тем более за женский пол, вообще не приходится, что они хоть на сколько-нибудь относятся к этой категории граждан. Да и то, смотря какие игры. А это значит, что для явного большинства людей все эти компы 9-го, 10-го, 11-го и выше поколения не имеют смысла вообще. Возможности персонального компьютера давно ушли намного вперед от того, что нужно пересечному гражданину. Фильмы в онлайне крутятся, инстаграмы запускаются, музыка в mp3 слушается. Все. Это то, что нужно большинству. С таким представлением и становится понятно, почему у некоторых людей компам по 10 и более лет. Собственно говоря, это и объясняет, почему даже находясь дома, многие предпочитают ковыряться в телефоне, а не включить комп, хотя телефоны еще слабее в своих характеристиках. Все потому, что многим даже телефона хватает в этих самых возможностях. Правда, лично я не совсем понимаю, как можно выбрать телефон, а не компьютер, так как пальчиком в экранчик по определению менее удобнее, чем нормальный по размеру монитор или телевизор. Ну а про Android в сравнении с Windows я вообще молчу, для меня это просто разные измерения. Что же касается конкретно компа из видео, то у него есть и достаточно быстрые порты USB 3.0, теперь и процессор далеко не дно, уже в моем представлении точно, и 16 гигабайт АЗУ. И даже если бы я пользовался дискретным видео, то ревизия слота для него здесь 3.0, а это та ревизия, которая у интела даже в современных процессорах, которые продолжают выпускаться вплоть до 10-го поколения включительно. Это та ревизия, которая у всех процессоров AMD, у которых есть встроенное видео. Мне кажется, именно для этой конфигурации это последняя модернизация, так как уже круче, чем i7, можно поставить только другой i7, а я не хочу, так как более мощные варианты более горячие. Ну разве что со временем я подумаю над SSD сюда. Сейчас у меня нет ни одного незадействованного твердотельника, чтобы сразу поставить. И пока после моих всех покупок и финансовых возможностей также нет. То, в чем подобный комп объективно проигрывает, это поколение памяти. Здесь DDR3, но опять же, частота памяти это исключительно геймерский интерес. Большинству программ гораздо важнее количество этой самой памяти. Вы скажете, что в плате мало слотов для всяких плат расширения. Отчасти я даже соглашусь, но опять же, с одной стороны это не всем нужно, а с другой, в платах 1155, моя нынешняя материнка далеко не самая крутая плата. И я даже дам немного спойлер о том, что можно интересного увидеть в плате для сокета 1155. Посмотрим в одном из планирующихся видео в ближайшем будущем. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok